Всем привет! Это видеоурок по поклейке обоев. Вот у нас есть стена. Старые обои ободрали, зашкурили все, дыры замазали, загрунтовали, подождали несколько часов после грунтования, купили обои, клей, вот так вот размешиваем клей. Ну тут все написано как надо, разберете. Тут вообще ничего сложного, даже школьники поймут. Вот, размешали, подождали 10 минут, все. Вот такую вот тару можно купить, стоит копейки, рублей 30-40-50 по-моему. Кисточка рублей 30-40-50. Ну, эта кисточка не обязательно, но можно и взять, чтобы уголки подмазать, все было по кайфу. Обои на полу разрезаем, вот так рулончик скатываем. Ну я думаю объяснять, как разрезать обои не надо. Померили стену высоту, развернули обоину, отмерили, аккуратненько прямым углом загнули, взяли ножичек, открыли, чик, и все, отрезали. Свернули вертикально, мне так удобнее, потому что я один и высокий. Так, наливаем клей, немножко у меня тут осталось, и начинаем сверху вниз мазать. По количеству не подскажу, сам не знаю. Делаю все на глаз. Но если получается готовить гречку на глаз вкусно, то и стену намазать клеем для поклейки обоев тоже получится. В общем и целом приступаем, сейчас покажу, как я это делаю. Края промазываем хорошо, чтобы приклеилось. Чуть больше берем, чуть больше, чтобы все было хорошо. Я специально вам покажу на каком непростом участке, с углом, чтобы было видно, что это не очень просто. А то некоторые, посмотришь ролики, делают на ровной стене, ляп-ляп, и все, готово. Ну нет, извините, это не пойдет так. Людям надо показать, где сложно, где просто они и сами поймут. Вот, вот эти уголки я прям хорошо кисточкой промазываю, чтобы к ним прям хорошо пристало обои. Обои фрезелиновые, поэтому мажем только стену. Я, конечно, может неправильно делаю, что на косяк еще залезаю обоими, но посовещавшись с Янгстером, мы решили, что будем делать так. Хотя, по-моему, он говорил, давай покрасим. Стену помазали, теперь нужно желательно быстренько ее приклеить и самое главное, самое главное, не испсиховаться. Вот такую штучку купите, Гриша сказал, это самое лучшее. Вот так за ручку берете и оп-оп-оп размазывать. Когда вообще я цену сейчас вам покажу, вы все поймете, тут все довольно-таки несложно. Берете обои, по линии ровненько прикладываете и разглаживаете вот этим прибором. Прибор тормашек, раскручен. Клинии перертикулярные по уровню сделали. Если уровня нет, можно ниточку подвесить. Все, алик. Испокойно, берёте движение, не нервничая, начинаете разглаживать. Пригоняем воздух. Вот, у меня опять накосячилось подрезкой, но это ничего страшного. Прошибается тот кто, что ничего не делает. Вот так вот, если что, оторвать, если пошёл немножко не так, и подраздновать. И всё. Всё, получается, всё прекрасно. Не спешим, но идти кинем в неё. Всё впереди делаем. Пузырики получаются? Ничего страшного. Психовать не нужно. Так, делать лучше сверху, потому что сверху в глаза бросится, а снизу, если что, подогнём, подогнём, и всё получится. Так, всё, подрезка. Разбавку пишется нормально. Ножик, может, всё равно как-то дикт. Как говорят автомеханики, не подмажешь, не поедешь, а у нас, не подмажешь, не наклеишь. Углу надо, чтобы хорошо обои на приставы, иначе будет не очень хорошо. Запишите там. Угол очень сложный момент. Делать идеально практически невозможно. Но стремиться стоит. Получается? Получается. 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 Вот так вот, аккуратно. Стараясь, не тормать обои. В общем и целом, вот так вот у вас получается потом. Всё разглажено. И можно оставлять. Подсохнет. И где-то местами, если уголки не проклеились, можно будет подклеить и всё будет отлично. Должно у вас получаться вот так вот красиво. Если не красиво, шлите всех нахер. Будет красиво. Потому что делаете сами. Это главное в поклейке обои. Запомните главное. Профессионалами не рождаются, профессионалами становятся. Если у вас что-то не получается, не надо психовать. Спокойно, поймите в чём проблема и переделайте. Если получилось не идеально, ничего страшного. Идеально не получится ни у кого. Даже если вы мастеру заплатите много тысяч денег, не получится у него идеально. Идеала не бывает. Совершенство не существует. В этом суть. Кимон там. Я вот поклеил. Не идеально. Но я сделал сам. Я горжусь. Главное, цените свой труд. Свой труд руками своими делаете? Цените.